МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА График плановых операций. График плановых операций. Десять утра, пациент Сазонов. Хорошо. Катюша, доченька, с возвращением тебя. Дорогая моя, если ты это читаешь, значит, у меня все получилось. Живи долго и счастливо. Смотри мне, не плачь, ладно? И будь молодцом. А я всегда буду рядом. Люблю тебя, папа. А внучка у меня просто чудо. Целуй ее за меня, ладно? В носик. Пока. Гаврилов, ну в чем дело, а? Давай, дуй быстренько в пятую палату за Сазоновым и в операционную его. Мария Кузьминична, а так он уже там. Как-то там. Я вон в коридоре видела недавно. А она меня спрашивает, доктор, а чего мы ждем? Саша, ты что? Саша, ты что, будешь в нас стрелять? Нет. Он будет стрелять в себя. Коля, ты знаешь, что делать. Не теряйте времени. Готовьте Катю к операции. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что стоим? Убирайте операционную. Катерину Бондарчук сюда, быстро! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Маску. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давление стабилизируется, ритм четкий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Операция прошла успешно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всех поздравляю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 От Александра Братуха. Спиннинг. Привет, Катюша. Папа, мы так давно не виделись, я так соскучилась. Родная моя, как ты себя чувствуешь? Нормально. Ты весь в белом. Почему? Мне пора. Меня уже ждут. Ну а ты будь молодцом, да? Я ничего не понимаю. А ты куда? Я всегда буду рядом. Ты куда? Всегда. Куда? Мам. Я тебя неудоб. Я тебе тихон. Ты куда? Я тебя дай. Я тебя тихон. Ты куда? Я тебя тебе неудоб. Ты куда? Брррр. Катя, Катя, где Катя? Где Катя? Сядь. Я же не давал согласия. Сядь, я сказал. Катя жива, а вот ее папа, Сашка. Его больше нет. Его сердце теперь у Кати. Как? Он застрелился. Прямо в операционную. Что? Стрелился он. В пистоле. Твой. Я думал, потерял. Не вини себя. Сашка бы все равно это сделал. Нашел бы способ. Я хочу видеть Катю. Он на время массы. Тебя туда не пустят. Как она? Как она себя чувствует? Чувствует. Она теперь все чувствует. Что тебя беспокоит? Я соврала. А о чем соврала? Максим Нечаев не спал со мной. Что было на самом деле? Я напоила его клофелином, и он заснул. Ну, как кино? Я не знаю. А я знаю. Дальше будешь упорствовать? Выдавать желаемое за действительное? Марат Григорьевич, я просто… Я просто наврала, что с Максимом Леонидовичем были отношения интимного характера. Так ведь? Да. Саша, Саша… Как же так? Он… Он был такой, он был такой замечательный. Он сам решил. Тимофеев его отговаривал, я тоже. Но он сумел провести всех. Я тоже виноват. Я до сих пор не могу себя простить. Какое несчастье. Какая радость. Я даже не знаю, чего больше. Я не знаю, как воспримет это Катя, но… Мне кажется, что она во всем будет винить себя. Ты знаешь, я любила его как сына. Так привыкла к нему. Я не могу поверить. Катюша, она так похожа на Сашу. А на Ларису нет. Я не знаю, как я твоему дедушке скажу о Саше. Любой волнение… А не надо ничего говорить, не надо. А о Кате? Без подробностей. Вдруг прибыло донорское сердце. Вонеплановые операции прошло успешно. А Катя в реанимации скоро придет в себя. Ну, подойдет. Да. Звучит правдоподобно. Я не знаю, что она меня нашла. Это все вышло как-то случайно. Я… Ну, зачем я так? Мне так стыдно перед Максимом. Идиотка какая-то. Да нет, милая, вы не идиотка. Идиотизм – это глубокая степень умственной отсталости. Идиот не способен на такие манипуляции. Ну да, я способна. Никому не нужная, одинокая дура. Одиночество. Ну, я после развода вот как с ума сошла. Пустота, безнадега и… Я ужасная, да? Нет. Не думайте так о себе. Мне так жалко Максима Леонидовича и Наталью Ивановну. Я просто разрушила им жизнь. Чуть не разрушили. Все еще можно восстановить. Да? Ну, тогда я попрошу у них прощения. И расскажу, как все было. Вы знаете, я очень рад, что вы искренне раскаиваетесь. Это очень важно. Но с ними поговорю я сам. А вы должны успокоиться и настроить свое внутреннее равновесие. Мы этим сейчас займемся. Ага. Вот. Четыре раза в сутки, каждые шесть часов. Плюс уколы. Я боюсь уколов. Ну. Назад. Дороги нет. Нет другого выхода. Привет. Привет. Так. Паровые котлеты из индюшиной грудки. Проголодался? Конечно. Без соли и перца, да? Лен, подожди. Ты это не разбирай. Я тебя очень прошу. Сходи в кафе вниз, возьми соли у них, пожалуйста. А-а. Не подумаю. Так. Ты... Ты моей смерти хочешь? Угадал? Семен, у меня хорошие новости. Кате сделали операцию по пересадке сердца. Когда? Вчера. Донор нашелся. Да. Катя в полном порядке. Скоро придет в себя. Боже мой. Господи, какое счастье. А почему мне не сказали, а? Ну... Как она себя чувствует? Она в порядке, я же сказала. Так. Если ты будешь волноваться, я тебе сейчас дам таблетку. Хорошо, хорошо. Так, это тебе. Кто донор? Мужчина, женщина. Кто погиб? Мужчина. Прошу тебя, давай ты не будешь думать об этом. Семен, я все равно не знаю подробностей. Самое главное, что наша внучка, она жива, и все будет хорошо. 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 Вот видишь, как в жизни бывает. Все рядом. Горе и счастье. Да. Катюш поправляется. Ты тоже. Тимофеев обещал мне, что скоро разрешит мне тебя забрать домой. Господи, как я рад за Катю. Девочка моя, ты будешь жить. Будешь жить. Семен, теперь ужинать. Ах, мальчишки, мальчишки. Ты ведь не будешь против, Димочка. Так, чтоб я Сашу рядом поставила. Друзья. И в жизни были вместе. Ты и там, наверное, уже вместе. Ты уж помоги ему там, Дима, сынок. А я здесь помогу. Упокой, Господи, душу рабов твоих, Александра и Дмитрия. Прости ему всея прегрешение. Вольное и невольное. Катюша. Любимая моя. Андрюша. Катя. Катенька. Катюша. Ты чего? Не плачь. А что ты с дочкой? Нет, нет, ты что. С дочкой все хорошо. Она такая умница. Вся в тебя, Катя. Вся в тебя. Не упокой меня. А что-то случилось? Все хорошо. Все хорошо. Я знаю, что ты со мной разговаривал, я все слышала, все чувствовала. Катя. Спасибо тебе. Катя. Больно, больно. Катя, Катя, прости, 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 прости. Дышать немного, больно? Что со мной? Катя, мне так многое нужно тебе рассказать. Успокойся. Успокойся. Все хорошо. Малыш. Привет. Да, я ее подержу. Можно я подержу? Конечно. Иди сюда. Иди ко мне, моя доченька. Ну что, малыш, узнаешь маму Кате? Узнаешь? Так идешь. Мой хороший. Узнаешь. Узнаешь Наташку. Она такая маленькая. Я вижу в первый раз, ну не кричи, не кричи. А где папа? Почему он не пришел? Он не снился. Весь белым улыбался мне. Вы скажите ему, что я его очень жду. Я напоила его клофелином, и он заснул. Ну, дружище, спасибо тебе. Да не за что, как говорится. Да ну, не за что. Слушай, я не могу без Наташи. Спас меня. А вот это вот зря. Чувства свои, коллега. Надо контролировать. Да какое тут контролировать? Люблю как мальчишка. Ну-ну. Да, и так, знаешь, всю жизнь ведь ее ждал, и вот так по-глупому потерять. И вновь обрести. А все благодаря современной прогрессивной психиатрии. Видишь? Серьезно. Может, отметим? Ну, почему бы нет? Катя, как ты себя чувствуешь? Нормально? Я чувствую себя хорошо, я только не могу понять, почему все молчат. Может быть, вы знаете, где мой отец? Вот. Он написал тебе письмо. Прочти. Письмо. Он что, уехал? Я говорила, да. Он мне снился в белом. Он со мной попрощался. Ну, что вы молчите? Где он? Наверное, нам всем лучше выйти. Андрей. Побудь с Катей. Посмотри на меня. Он что, умер? Да. Катя. Прочитай письмо. Дорогая моя, если ты это читаешь, значит, у меня все получилось. Живи долго и счастливо. Смотри мне не плачь и будь молодцом. А я всегда буду рядом. Люблю папа. А внучка у меня чудо. Поцелуй ее за меня. В носик. Это когда папина сердце. Зачем? 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 Нет, не надо. Зачем? Добрый вечер, Катя. Как себя чувствуете? Это все, что осталось от папы? Да. Мой отец себя убил. Я не знаю, я не представляю, как мне с этим жить дальше. Это просто невыносимо. Вы даже представить себе не можете. Это все из-за меня. Это я во всем виновата. Тебе тяжело, Катя, я понимаю. Но пойми ты, папа тебя любит. Любил. Любит настолько сильно, что твоя жизнь ему дороже собственной. к дочери. Катя. Это любовь. Любовь к дочери. Ты же видел ее сегодня? Катя. Это чудо. И наверняка ее жизнь будет для тебя дороже собственной. Подумай об этом, Катя. Тогда ты поймешь папу. Катя, это твоя дочь. Ты должна сделать все. Чтобы его жертва была не напрасной. Доброй ночи, доктор. Я, между прочим, так хотел благодарность тебе выразить. Нет. Ты у меня жизнь, Фат. Значит, что? Прямо так? Вот как? Потому что, как иначе? Я для Натальи никуда. Я дальше не живу. Я просебаю. Да ты однолюб. Я завидую. Звони тогда, любимый. А я пойду. Однолюб. Благодарю. Ух. 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 По имени, отчество. Наталья, прошу прощения. Простите. Это даже не хамство. Это по обращению рассудка. Поэтому я очень вас прошу. Забудьте все, что я вам тогда наговорил. Ваши мольбы услышаны, но не более. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Может, ну сколько? Подождите, не бросайте трубку. У меня новость хорошая. Касательно вашего сына Андрея. Пришло приглашение от Американской теннисной академии. Вашего сына заметили, оценили. Кстати, можете сами это сделать. Вручите ему приглашение. Думаю, Андрею будет очень-очень приятно. Заедете? Хорошо, до завтра, Артур Игоревич. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю тебя, Максим. Наташка, привет. Слушай, ты извини меня за поздний звонок. Я... Даже... Я звоню тебе, у тебя все занято, занято. Прости, я, конечно... Кстати, ну, а... А с кем ты там? Прости, прости, прости. Нет, 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 нет. Не надо только трубку бросать, ладно? Слушай, я понял. Я все... Я понял. Наташечка, милая моя, мне надо с тобой срочно встретиться. Потому что... Да, я прямо сейчас, да. Потому что мне нужно... Тебя, слышь, я настаиваю. Мне нужно тебе кое-что показать. Ты как-то слишком многословен. С чего бы это? Так ты пьян? Да, я пьян. Ну, и что? Я пьян, потому что я счастлив. Потому что мне нужно кое-что тебе показать. Наталья, слушай, наша жизнь изменится... Вот она, можно сказать, с ног на голову. Ну, или наоборот. Не важно. Ты не поверишь. Ну, прости. Не, ну, прости, прости. Я счастлив. Ага. Теперь послушай меня внимательно. Сейчас в среди ночи я никуда не поеду. И тебя домой не приглашу. Поэтому проспись хорошенько и приходи завтра часам к шести. А? Ну, вечера, конечно. Ужас. Ужас. Тебе вообще нельзя пить. Ты глупеешь. До встречи. А... Ну, ты же приедешь. Ну, ты же приедешь. А, простите, а вы, наверное, Наталья? Да. А вы к Артуру пришли? А его пока нет. Странно. Ну, он назначил мне встречу. Простите, а вы ему новый секретарь? Просто я вас никогда здесь не видела. Секретарь? Я так плохо выгляжу. А еще наша Наташенька любит сказку о мухе-цикатухе. Да, малыш, любишь? Любишь? Рита уже наизусть выучила. Цитирует. Слушай, забыл сказать. Кстати, мы уже первые шаги делаем. Катюш, показать? Нет, не надо, Андрей. В другой раз. Ты не рада нас видеть, да? Нет. Просто мне нужно побыть одной. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Послушай, ну... Я не знаю, что делать. Я просто растерян. Ничего не надо. Просто идите и все. Катя, ты только не обижайся, но, может, тебе лучше поговорить с психологом? С психиатром. Я уже разговаривала вчера. Он все правильно говорит, не поспоришь. Но... Что но? Что но, Катя? А то, чтобы понять меня, нужно это пережить. Пережить такое я никому не пожелаю. Мне просто нужно побыть одной. Лариса. Узнала? Дай пройти. Сейчас. А мне тебе жаль. Живешь, как зверь. Прячешься, маскируешься. Сколько смертей на твоей совести? Хотя, о какой совести, говорю? У тебя же ни души, ни сердца. Пустая оболочка. Со злобой и ненавистью внутри. Да. Я тебе просто жаль. Как же я тебя ненавижу, тварь. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Маргарита. Привет. С Наташей договорились на встречу. Наташа сейчас не дома. Но она скоро будет. Проходи. Благодарю. Наташа. Наташа. Лариса, что ты наделала? Я же приказывал тебе не прикасаться. Что с ней? Я не знаю. Я спускалась, она лежит. Ты умрешь? Да я клянусь, я тебе дочерью клянусь. Так это ты ее, наверное, сам она на меня свалить хочешь. Да ты что? Ты с ума сошла? Я был на гортах. Там юниоры прибыли. Ладно. Да ладно, не кипятись. Ну, значит, шла, упала, головой ударилась. Так бывает. Я в кино видела. Ну, что стоишь? Помоги мне. Ну, помоги мне. Что ты стоишь? Да хорошо, хорошо. Ой, господи. Все, сейчас, сейчас. Опа. Вот так, вот так. Дорета. Алло, Андрюшенька, а мама не с тобой? Нет. Я у Кати, мамы здесь не было. Ну, все. Пропала. Должно было быть к ужину, а уже одиннадцать. А вы Максиму звонили, а вдруг она у него? Здесь Максим, мы с нами. Она самому встречу назначила и не явилась. Рита, тише. Успокойся. Я уже еду. Да, давай. Где я? Что со мной? А вы кто? Ты меня не помнишь? Нет. Спасибо, сестричка. Пожалуйста, братик. Дорогая, тебе не холодно? Хочешь, я принесу плед? Нет, милая, спасибо. Мне не холодно. Приятного аппетита. Спасибо. Не прекращаются поиски известного врача-косметолога Натальи Бондарчук. Пропавшие два месяца назад по невыясненным обстоятельствам. Вечером она вышла из дома и не вернулась. Была одета в серое пальто с меховым воротником. Черное платье, обувь темного цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро, Крэта. Доброе утро, мадам. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Правда, погода сегодня не очень, но... Отовсюду открывается прекрасный вид, и я не устаю им любоваться. Да, мадам. Я хотела с тобой поговорить. Какие-то замечания насчет ужина? Нет, нет, ты замечательно справляешься. Я хотела уточнить кое-что о себе. О своем прошлом. Что мадам хочет знать? Все. Чем занималась? Как попала сюда? Я не знаю. Меня наняли недавно. Почти тогда же, как вас привезли. Жаль. Придется поговорить с охранником или с водителем? Не стоит. Это почему? Нас всех наняли одновременно. Мы ничего не знаем. Стол чистый уже, Грэд. Особые приметы, разыскиваемые на вид, 35-36 лет. Волосы светлые, прямые, глаза синие. Нос слегка вздернут. Лицо овальное, губы тонкие. Те, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Бондарчук, просьба сообщить по телефонам, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Два месяца. Все без толку. И зачем я ей только позвонил? Это я вообще виноват. Максим, все, не начинай. Ты ни в чем не виноват. Ну так не может быть, человек вот взял и исчез. И бесследно. Я чувствую, с ней что-то случилось. Да может, это и хорошо, что ее пока не нашли. Значит, она изжила. Конечно, жива, Рома. Конечно, жива. Необходимо направить все силы на ее поиски. Так давайте вспомним еще раз, что произошло в тот день. Ты что-то очень задумчивый сегодня. Совершенно ничего не ешь. Что с тобой? Я не хочу. Я не понимаю, почему ты против того, чтобы я смотрела телевизор или вышла погулять. Мне скучно целыми днями сидеть, как затворница. Даже прислугу со мной разговаривать неохотно. Кто-нибудь из них был груб с тобой? Нет. Нет, все общаются со мной, как будто я сделана из хрусталя. А я хочу, наконец, выйти погулять, зайти в интернет, посмотреть вообще, что вокруг меня происходит. Родная моя, мы все, я, прислуга, Софи, стараемся для тебя и для нашего будущего малыша. Что такого? Чем мне может навредить просмотр новостей или прогулка? Ты просто ничего не понимаешь и не помнишь. Мир жесток. У тебя очень нежная, чувствительная душа. В твоем положении любые негативные эмоции противопоказаны. Да что такого в моем положении? Что такого? Беременность – это не болезнь. И ведь нет никаких тревожных симптомов. Все же хорошо. Если ты так беспокоишься за ребенка, почему? Почему меня не наблюдает врач? Почему мы не ездим в клинику? Хорошо. Я покажу тебе кое-что. Я просто не хотел тебя расстраивать. Со мной что-то не так? Вот. Вот видишь? Ты уже не чинешь переживать. Я не хотел тебя расстраивать. Но ты сама, ты сама настаиваешь на этом. Лена! Лен! Что? Что-то принести? Нет, не надо. Там кто-то пришел, я слышал, дверь хлопнула входная. Ну, ничего, я не хочу тебя по мелочам терпеть. Не темни. Ну да, это пришли из полиции по поводу Наташи. Но я думаю, что ты не в том состоянии, что ты не можешь разговаривать со следователем. Я понял. Пригласи сюда следователя. Ну, Семен, может не нужно, но начнешь нервничать. Если ты его сюда не приведешь, я начну нервничать еще больше. Неужели непонятно? Врач особо подчеркнул, что тебе нужен покой. Потом мы все рассказали, все что знали. Так, это не обсуждается. Хорошо, хорошо. Хорошо, командир. Иду. Долгие годы ты не могла забеременеть. Врачи поставили диагноз бесплодие. Мы годами искали варианты. Обошли десятки врачей. Ездили даже в Эквадор к одноцелительнице. Но это не помогло. Да? Вот история с твоей болезнью. Анализы, исследования. Ты наблюдалась в лучших клиниках мира. И случилось чудо. Искусственное оплодотворение? Что ты, родная? Я так тебя люблю. Беременность случилась естественным путем. Развивается нормально. Просто в твоем положении. Все еще очень велика опасность выкидыша. Ты не ответил на мой вопрос. Почему я не наблюдаюсь у врача? Врачи приходят к тебе. И скоро время очередного визита ты их обязательно увидишь. Тогда почему я этого всего не помню? Ты попала в ДТП. И ничего не помнишь? Вследствие тяжелой внутричерепной травмы. Доктора говорят, что тебе нужен покой. И только положительные эмоции. Эмоции. Прости меня. Ты так заботишься обо мне, а я... А я тут что-то придираюсь. Прости меня. Я... Я исправлюсь. Это все потому, что я чувствую себя как в клетке. Я обязательно все вспомню. Я исправлюсь. Прости. Здравствуйте, Семен Кузьмич. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр Ильич. Леночка, я хотел бы остаться с Петром Ильичем наедине. Хорошо. Только, пожалуйста, не усердствуйте. Помните, что Семен Кузьмич болеет. Какая заботливая у вас жена. Даже не хотела пускать меня к вам. Да-да, она такая. Я хочу, чтобы вы знали... Моя дочь Лариса... Напала на меня. Лена не была дома. Я был один. Вдруг неожиданно появилась Лариса. Я ее даже сразу не узнал. А так она изменилась. Вот. У нее в руках был пистолет. Она направила его на меня. Сказала, что хочет убить. А она не называла причину, по которой она хочет вас убить? Вы знаете, все произошло так быстро, у меня схватило сердце, и все, я больше ничего не помню. То, что вы сейчас рассказали, это очень важно. Знаете, я думаю, что в деле Натальи Бондарчук появится новый поворот. Семен Кузьмич, вот вы сказали, что сначала даже не узнали Ларису, что она как-то изменилась. Вы можете описать, как она сейчас выглядит? Она изменила прическу. Вот, кажется, осветлилась. Красится тоже, кажется, по-другому. Но, одним словом, этот снимок больше не годится для того, чтобы разыскивать мою дочь. Понятно. Ну, в таком случае нам нужно составить фоторобот, по вашим показаниям. Пожалуйста, я готов ехать прямо сейчас. Прямо сейчас не надо, вы еще слабы. Хотя, конечно, хотелось бы побыстрее разместить фоторобот в объявлениях о розыске. Петр Ильич, мне очень неприятно это говорить. Моя дочь, она очень хитрая. Непредсказуемо. Если она причастна к исчезновению Наташи, то появление фоторобота может подтолкнуть ее к какому-то ужасному поступку. Моя дочь, она очень хитрая. Моя дочь, она очень хитрая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин